Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашего пути за Локомотив в Лиге Чемпионов. Скорее всего, мы уже точно сыграем в финале, потому что очень уверенно мы отыграли первый матч на выезде, победили 6-2. Уверенно, практически как и в четвертьфинале вынесли Реал. В финале нас уже ждет Бавария, я это говорил еще и в прошлом выпуске. Нам намного повезло, чем Барселона, потому что это лучше, чем Барса, действительно. Баварию можно будет постараться раскатать, нежели чем была бы Барселона. 6-2, мы победили Тоттенхем, им надо забивать минимум 5 мячей сейчас, чтобы выходить в финал. Но я надеюсь, у нас получится намного лучше отыграть, чем они. Но мы помним наш домашний матч с Реалом, мы проигрывали 3-0, победили 4-3. Надеюсь, это нам тоже поможет хоть как-то. Вот он наш состав, сейчас глянем, что там с Фарфаном. Фарфан в принципе готов, я его возьму на замену вместо Жамаледдинова. Почему бы и нет, потому что мне кажется, Алексей Миранчук очень хорошо записался в эту связку. Ну, направо по улучшению, нежели чем выходя на замену, да и рейтингом он повыше, чем Фарфан. Так что вот такая расстановка дождь, кстати, на нашем стадионе. Это последний матч, во-первых, выездных таких матчей и последний матч на нашем домашнем стадионе Черкизова, РЖД-арена. Поехали. Ну что же, вот и разминается лучший бомбардир на данный момент в Лиге Чемпионов. Мы надеемся, что Федя дотянет и до финала. Это звание получит золотую бутсу, ну, какую-нибудь точно он награду лично должен получить. А если еще с Локомотивом вместе выиграть Лигу Чемпионов, так вообще будет все замечательно у нас. И вот Локомотив Тоттенхэм, последний наш домашний матч на РЖД-арене. Мяча снова не было. Ну, мы начинаем, поехали. Куховяк. Федя Смолов 1-0. 27-ая минута, 7-2. И теперь нужно забивать Тоттенхэму. 6 мячей. 6 забьют. И тогда они уже в выигрышной позиции. Забиваем мы еще. И надо им забивать уже 7. Простая математика, но посмотрите, какой удар. Куховик просто отдал наперед. Думая, что Федор Смолов там пройдет дальше ничего, но нет. Мяч еще и в летящей был такой позиции. Смолов пробил первым же касанием. Ну и забивает очередной свой гол. 19-ый. Если ничего не путаю. 19-ый мяч. Я посмотрю перед финалом. Надеюсь, что получится мне это глянуть. Сколько забивали максимум игроки именно в Лиге Чемпионов. Не в Кубке Европейских чемпионов. Именно в Лиге Чемпионов максимум за один сезон. Эх, не получается. И вот он Эриксен. Шанс его. Отлично. Сейчас Кейм перебросил. Эриксен забивает. Ну и прям-таки не бегут. Они праздновать. Но все равно подойдет и пнет, наверное. Да, наш флажок. Эриксен. Для него-то это пойдет. Это просто гол в свою. Наверное, все-таки в копилку. Нежели чем в копилку Тоттенхэма. Потому что вряд ли этот гол что-то да принесет. Но здесь замечательный выход. 1 на 1. Практически от Эриксена он тоже сразу с лету прям пробил. Ну и забивает он пятый мяч в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Грамотно все отыграл. И вот он Кейн. Это его сейчас шанс. Его моменты он забивает. На 40 седьмой минуте. За пару минут до перерыва. Минуту осталось продержаться. Но нет. Тоттенхэм забивает. Им остается, получается, забить еще 4 мяча. Благодаря этому они выиграют. Но восьмой мяч, кстати, еще и Кейн забивает. Тоже много. Ну я как раз сейчас уже пытался на Алексея Миранчука перевести. Антон Миранчук на Рыбусе переводит. Отлично. Опа. Антон Миранчук. И Антон забивает. 2-2. 74-я минута. У нас получилось дожать Тоттенхэм. 8-4 счет у нас в матче. Ну замечательно сейчас все это сыграло. Антон сразу бежит. Точнее Алексей побежал к забившему брату. Но здесь очень хорошо. С рикошетами получилось. И прямо из-под защитника. Как такое вот не потащил Льюрис, я не понимаю. Но получилось забить Антону Миранчуку. Счет 2-2. Очередной его угол. Сейчас узнаем какой на счету. Седьмой. Очень много забивают наши игроки. Кейн. Ой, как опасно. И снова на Эриксона. Вот снова это прошло на Эриксона. Снова это передача. Ну и Эриксон забивает дубль ворота Локомотива. Семь-седьмая минута. Немного. Три минуты мы сейчас просто. Но снова это передача на Эриксона. И вот эти три минуты, которые были в ничейном результате. Но снова Тоттенхэм впереди. На фарфанчик у нас всегда получалось быстро все действовать. Что? Вы посмотрите сейчас. Я понимаю, что Эриксон забивает сейчас хэт-трик. Но не это мне сейчас важно. Что сейчас делал Гильерми? Что? Почему Почетина? А, я понял, почему у нас еще Почетина тренер Тоттенхэма. Мы это начинали путь Лиги чемпионов за Локомотив. Да, я еще Почетина был тренером Тоттенхэм. Но что? Зачем ты сейчас назад пошел? Гол невероятный. Забил Эриксон. Наверное, самый красивый гол за все время, который я пропускал. И с невидимым он Почетина обнимается. Эриксон. Хэт-трик Эриксона. Еще 2-4. Им еще надо забивать два мяча. Пошла подача. И Дели Алис забивает. 5 минут у нас до конца. 8-7 у нас счет. 2-5 мы проигрываем Тоттенхэму. И им нужно забить всего лишь один единственный мяч, друзья. Я никогда так близок не был к провалу. Проиграли 5-2 Тоттенхэму дома. В один мяч у нас сейчас было это отставание. Эриксон получает свой мяч за этот матч. Три удара, три гола. Это его невероятный штрафной. Мы все равно проходим дальше. Я поздравляю вас с этим. Мы играем в финале против Баварии, как вы уже поняли. Мы проиграли матч. Матч мы давно не проиграли. После этого наше поражение вроде было это от Ливерпуля. Ну и все. 2-5 не проиграли. Очень крупный счет, конечно. Ну и все. 19 забитых мячей у Федора Сумового. Ататюрк. Олимпиад. Стадион. Приветствует финал. Который будет в следующем выпуске. Феде нужно забить один мяч. Будет 20 забитых мячей. Пока что он на 10 опережает Азара. Но есть также в команде Бомбардировых, точнее Ливандовский из Баварии. Который как раз сейчас в финале. И у него есть шанс, конечно, попасть на вторую строчку. Мы попробуем не дать этому случиться. Вот он, наш состав. Наверное, все-таки с Фарфаном. На фланге будем играть. Мне как-то вот не зашел Миранчук. Алексей на этом фланге. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok